Добро пожаловать обратно! И мы говорим о наших телах, о наших физических телах. И мне нужно сделать такое замечание или поговорить об одной теме. Писание говорит, что мы сотворены как тело, душа и дух. И это физическое тело имеет свои потребности, свои желания. И оно всегда как бы двигает нас, чтобы восполнить эти потребности. Некоторые потребности тела, они хороши, а остальные не очень. Также Писание говорит, что мы сотворены и у нас есть душа. И как мы верим, что душа состоит из трех составляющих. Наш разум, наша воля и наши чувства. Писание говорит, что... Писание говорит, что... Писание говорит, что... такой плотской человек, который был сотворен, он был создан без присутствия Бога внутри. Мы были рождены человеком. Но Писание говорит, что необходимо родиться еще раз. Помните, когда Иешуа говорил эти слова Никодиму? И Никодим был удивлен. Родиться снова, опять. И он задал естественный вопрос, очевидный. Как взрослый человек может вернуться в утроб матери и родиться опять? А Иешуа объясняет, что... Нет, ты был рожден физически однажды. Иными словами, ты был рожден от воды. Но также он потом говорит, что... Ты должен быть рожден от Духа. Буквальный перевод, что рожден свыше. Плоть рождает плоть, а от Духа рождается Дух. То есть, Дух, который внутри вас, он пуст или мертв. Иными словами, Дух должен ожить. И когда наш Дух оживает, Дух Святой прикасается к Нему и высвобождает жизнь. Но Писание описывает такой конфликт между нашей душой и нашим Духом. Когда душа хочет делать то, что она хочет делать. Порой наш ум говорит нам о том, чтобы делать определенные вещи, которые не являются праведными. И я уверен, что никто из вас, никого из вас не было в такой проблеме. Правильно? Вы не боретесь со своим умом. Да никто здесь. Не, никто. Не, никто. Никогда. Иногда наша воля хочет делать то, что о нас хочет. И порой наши эмоции и чувства хотят контролировать то, что мы делаем или хотим делать. И это та борьба, с которой мы сталкиваемся. И Писание называет это, как борьба плоти и Духа. Как же нам научиться подчинить нашу душу к Духу? Но не то, как нам научиться это, но как мы это делаем или нужно делать. Это ежедневный процесс. Каждый день мы подчиняемся Духу Святому. И вот это ежедневное подчинение, оно происходит в молитвенной жизни. И мы будем говорить об этом больше на протяжении нашего обучения. И я хочу сделать такое утверждение в этой теме. Ключ или основная часть в успешной духовной жизни лидера находятся, эти ключи, они находятся в духовной жизни, в молитвенной жизни. И не важно, насколько сильно вы одарены. Или, как вы считаете, насколько вы слабы в дарах. Ваш успех, он находится в вашей молитвенной жизни. Ваши духовные брани, они побеждаются, проигрываются в молитвенной жизни. Молитвенная жизнь – это наше духовное основание. Иными словами, все наши служения, они зависят от молитвенной жизни. И наша духовная власть и авторитет, он непосредственно зависит от молитвенной жизни. Или направляется молитвенной жизнью. Кто из вас хочет иметь такую духовную силу? У кого здесь, из присутствующих, есть желание к служению освобождения? Многие из вас, вы хотите сражаться с демонами. Вы хотите иметь духовную власть. Она исходит из вашей молитвенной жизни. Вы можете получить все обучение со всего мира. Но ваша сила, она будет исходить только из вашей молитвенной жизни. Кто из вас хочет видеть людей исцеленными? Да, сила и власть в исцелении, она будет, опять же, только исходить из молитвенной жизни. И теперь я хочу также сделать одно очень сильное утверждение. Наш характер будет вырабатываться в огне наших страданий. Когда мы сражаемся с самим собой вместе с Богом. И дайте я вам освещу это. Если у некоторых из вас есть такое мнение, что служение – это просто. Я хочу исправить или направить ваше размышление. Если у кого-то есть такое мнение, что служение – это всегда радость. Что всегда вы служите Господу. Что в церкви вы служите с Божьими людьми. Прекрасными людьми Божьими. Очень приятными Божьими людьми. Я не хочу разбивать этот мыльный пузырь. Но служение – оно сложное. Люди, даже Божьи люди, они сложны. Они приносят разные разделения в служении. Они приносят такое разочарование. Разочарование в мечтах или в планах, которые вы имели. Разочарование. Разочарование в том, что другие люди делают или не делают. И так же вы будете находить разочарование в самом себе. Вы будете понимать, что вы в некоторое время слабы, когда вы думали, что вы сильны. И вы будете приносить такие страдания, как каждый служитель Божий. И будут такие времена, когда вы не будете понимать, почему события так происходят. Будут такие времена, когда вы будете так разочарованы в себе, и не будете понимать, к чему же вас Бог призвал. Будут такие времена разочарования в служении. Поражение в служении и личного такого поражения. Подумайте о каких-то сильных личностях мужчин и женщин, которые Бог использовал. Моисей. Была ли у него жизнь проста или сложна? Все вещи шли так мягко и непринужденно. Он был уведен в Египет. Когда он общался с фараоном. И фараон сразу же хотел, что он сразу сдастся. Или еврейский народ сразу полюбил Моисея. И они сразу вышли из Египта. И что мы пойдем в обитованную землю. И мы будем расти и будем увеличиваться в Господе. Происходило ли это таким образом? Фараон сказал, ответил, к какому Богу? Мне не важно, что твой Бог говорит. Люди никуда не идут. Моисей продолжал с ним разговаривать. Он сказал, хорошо. Хорошо. Я займу больше твое... Тебе нужно еще больше времени. Он сказал еврейскому народу продолжать работать, но не роптать. Было ли это приятная вещь для них? Что же они сделали? Они имели такого сумасшедшего Моисея. Ты сделал нашу жизнь более сложной. Было ли это как бы его желанием сердца? Нет. Он просто хотел их освободить. Но это процесс. Жизнь стала более сложной для них. И они обвиняли его в этом. Я хочу вам помочь понять, что будут времена, когда будут люди, которым вы хотите помочь, будут реагировать против вас. Они будут обвинять вас в тех вещах, которые вы не сделали. Они будут рассказывать о вас другим. Они будут врать другим о вас. Они будут отвергать вас. Будут унижать вас. И те люди, которым вы пытаетесь служить. Что же Бог делает такого особенного с лидерами? Он позволяет нам пройти через такой опыт. Когда мы начинаем сражаться с жизнью. С служением. С истиной. С самим собою. И это все вот в этой борьбе, в этом таком сражении. Которое вводит нас глубже в нашу молитвенную жизнь. Не с той целью, чтобы просто молиться больше. Не с той целью, чтобы быть более посвященным. Но с целью, чтобы найти больше ответов. На вопрос Бог, кем ты являешься? Боже, что ты делаешь? Боже, куда ты пропал? Боже, почему эти люди относятся ко мне так? Боже, кто я? Я не готов. Почему ты меня призвал? Почему эти события не произошли? А почему вот эти другие вещи произошли? И это приводит нас глубже в молитве, где мы сражаемся вместе с собой и с Богом. Вместе с Богом. Яков, он имел призвание в своей жизни. И так, как его дедушка сделал. И так, как его отец сделал. А завет, который заключил Бог с Авраамом, также был заветом с Исааком. И также был заветом с Яковом. И я хочу вдохновить вас как лидеров. Вам нужно, как бы, почитать других лидеров. Служителей. Пастеров. Есть даже те, которые наставляют вас или ведут. Даже может быть такое, что вы говорите, я хочу быть как вот этот лидер или служитель. Может быть, такими были ваши родители к вам. И вы научились, вы выросли от влияния таких лидеров. Но тогда, когда Бог заключил завет с каждым из нас, и каждым из них, то Бог имеет призвание в их жизни. И у него будет такое же призвание и для вашей жизни. Бог, он заключил личный завет с вами. И даже тогда, когда Бог заключил завет с Авраама, он гарантировал или был и для Якова. И Якову необходимо было лично, персонально войти в взаимоотношения, чтобы заключить завет. И поэтому он получил личное призвание от Бога. И, на самом деле, это одно из самых известных таких призваний в Писании. У Якова были некоторые проблемы. Да. Он был жецом. Он был обманщиком. Он был манипулятивным. И иногда это помогало ему, работало для него. Он обманул своего брата во первородстве. Обманул брата. Он использовал ложь во многих своих ситуациях. До того момента, когда он встретился с более таким лучшим... Господа обманщиком трудно назвать. С фокусником или... С более лучшей личностью, чем он является. Что бы я ни сказал. Как бы вы хотели проснуться после вашей первой брачной ночи, когда вы поняли, что вы женились на неправильном человеке? Я даже не могу такое представить. Как? И это то, что Библия говорит. Что Лия была более хомолой. Что Лия не была очень красивой. Я не представляю себе, чтобы проснуться с некрасивой женой. На той, на которой я нехай собирался жениться. Поэтому тот, кто сам обманывал, попал в такой вот вид обмана. Но руки Божьи были до сих пор на Якове. И Его руки, они на вас. И когда Он призывает вас. Он не хочет забирать свои руки от вас. Но это не означает, что мы действуем совершенно. Потому что Бог, Он призывает несовершенных людей. Но Он помещает нас в процесс, который приносит изменения в нашу жизнь. И у Якова была такая встреча с Господом. Лестница опустилась с небес. Он пережил личную встречу с Господом. И Он сказал, да, заветов. Он сказал, да, призванию. И всем лучшим вещам. И Яков, он пошел вперед. Не был под влиянием своего отестя. Не был под влиянием той семьи своего отца. И даже Он ушел от своего тестя. Он стал человеком. Он начал расти. И он начал ходить в той полности призвания, которое Господь его призывал. Но оставалось еще две важных проблемы. Он еще немножко лжец. Он еще имеет вот это внутри себя. И оно как бы еще должно выскочить. Я уверен, что никого из вас такого нет. Это то, что находится внутри нас. И это одна из его проблем. А вторая проблема была, это его брат. Помните, какое последнее слово Он услышал от уст своего брата? С уст своего брата? Я убью тебя. Представьте, как идти каждый... Ну, ложиться спать с этой мыслью. И Бог заключил завет с ним. Он сказал, что Он будет с тобой. И потом Он получил новость, что его брат идет. Что же делать? Бог сказал, что Я в завете. Это вечный завет. Однажды, в один день из Моей родословной придет Мессия. Но мой брат идет убить Меня. Поэтому, если Бог по-настоящему со мной, и я имею завет в моей жизни, или я буду мертвым человеком, это привело Его к молитве? Да. Я не могу сказать вам, сколько раз в моей жизни, не в служении. Когда я сталкивался с тем, что я не ожидал, что я столкнулся. Это было частью плана. Это не было частью плана. И было только одно место, куда мне нужно было идти. Идти в тайную молитвенную комнату. Боже, что происходит? И Библия говорит, что Яков сражался всю ночь. Сражался всю ночь с Ангелом Господнем. Сражаться с Господом. Это очень красивая, приятная картина. Это картина, когда, сражаясь с Господом, мы как будто сражаемся с самим собой. Кто я? Кем я являюсь? Кто ты? В чем заключается правда, которую ты вложил в меня? Как мне стать тем, кем ты меня призвал? Я беспокоюсь о тех вещах, которые во мне, они еще не исполнены. Я беспокоюсь о своей слабости. Как мне стать тем, кем ты меня призвал быть? А действительно ли ты меня призвал? Действительно ли ты верный Бог? Могу ли я тебе доверять? Что мне делать с тем, с чем я сталкиваюсь? Это не выглядит хорошо. И всю ночь он сражался. Он сражался. По одной причине, которую я считаю, что он сражался всю ночь, что он имел такую независимую волю, своей воле. Потому что он был лжецом. Кто такие лжецы? Это те люди, которые не могут доверять Богу. Подумайте об этом. Причина, по которой вам нужно врать, обманывать и украсть, это по той причине, что вы не можете доверять Богу, чтобы он за вами заботился. Вы не доверяете Богу, чтобы сделать для вас путь. И поэтому, игра слов, то есть нужно прокладывать свой путь в этом пути, или врать на пути. Вы не можете доверять Господу в обеспечении, поэтому необходимо или нужно красть тогда. Ложь, обман и кража, они всегда идут вместе. Это недостаток веры. А какая причина недостатка веры? Иногда недостаток веры возникает по причине непонимания наших слабостей. Я верю, что Якова была проблема с доверием Господу, потому что он знал, что он лжец. Это был, это такая замкнутый круг. Я лжу, потому что я не могу доверять Богу. Но я не могу доверять Господу, потому что я лжу. И это такая, как бы, эгоизм. Я хочу поступать по-своему. И Бог и Яков, они сражаются. И когда Бог сказал, что я не могу победить, я тебя покину. И когда Яков сказал, что не уходи, я хочу, чтобы ты меня благословил. О чем же просил или говорил Яков? Измени меня. Мне нужно быть измененным. Я хочу, чтобы ты сделал внутри меня свою работу, чтобы изменить меня. И Библия говорит, что Он прикоснулся его к бедру. И интересная вещь, когда Он его к нему прикоснулся, Он начал хромать. И когда вы смотрите на эту картину, когда Он сражается, и Он начал, хромает. И Он упал перед Ангелом Господним. И это такой образ зависимости. Его зависимость от себя, она закончилась. как лидеры мы не можем полагаться только на себя. Потому что мы призваны к высоким вещам. Потому что желание и сила, что мы хотим сделать, она очень высокая. Задания или цели, к которым мы призваны, они слишком высоки. Бог, Он не полагается на мою собственную силу. Он ожидает, что я упаду или склонюсь перед Ним. И выйду или отрекусь от своих сил и буду зависеть от Него. И Бог в этот момент полностью принял Якова. Он сказал, что я и меняю твое имя. Теперь ты не будешь обманщиком. Ты не будешь обманщиком, лжецом. Я назову тебя Сыном Божиим. И я сказать что я самые темные дни вашей жизни находятся в борьбе в вашей тайной комнате. И когда вы находитесь в этом огне изменения, и что будет выглядеть так, что идет все не так, как вы хотите. невозможность находится против вас. Противоставление, отвержение, сложности. Вы чувствуете себя так, как будто Бог ушел, покинул вас. молитвы. по той причине, что вы являетесь человеком молитвы, и вы знаете, что ваш ответ может быть найден только в молитве. И вы идете на это место молитвы. Иногда это могут быть часы. но в молитве вы растете. Вы взываете Господу. Бог, измени меня. Бог, дай мне ответы. Бог, против меня идут обстоятельства. Когда говорим о Нем, то Он предполагал, что Он умрет. Бог, где Твои обетования. И вот это тяжелое время, оно заканчивается в борьбе. Когда вы стремительны в своих молитвах, и Бог, Он даст прорыв. И Он поднимет вас. изменит тем, кем вы являлись. Он изменит ваше имя, и что вы не будете называть себя так, как вы себя раньше называли. Я больше не лжец. Я больше не обманщик. Я Сын Божий. ваша вера укрепится. Вы изменитесь. Вы изменитесь. Вы сильнее теперь. Ваш характер будет развиваться больше. У вас будут личные встречи с Господом. даже тогда, когда оно не ожидалось, что будет приятным. Вы победите. Вы станете зрелы. И теперь у вас есть свидетельство. когда все это произойдет. Потому что Бог не покинет вас. И вы будете продолжать возвращаться в тайную молитвенную комнату. Потому что вы будете уверены в том, что это действительно был ответ. Молитва. Молитва основания нашей жизни. это источник развития нашего характера. И Бог будет действовать через молитву. Будет формировать нас в тех борцов, которым Он нас призвал быть. Бог Отец, Ты знаешь все. Ты знаешь от начала до конца. И Ты справедливый Бог. И Ты знаешь нас лучше, чем мы знаем сами себя. Ты знаешь, в чем мы нуждаемся, когда мы нуждаемся. Ты знаешь, как нам проходить через все обстоятельства в нашей жизни. Ты знаешь, исцелить нас, освободить нас, обновить нас. Ты знаешь, как нас развить. Боже, поверь, прямо сейчас. Мы соглашаемся, что мы хотим быть мужьям и женами молитвы. Ты единственный наш источник. Ты единственная наша надежда. единственная цель жизни. И мы посвящаем себя быть мужьями и женами молитвы. И мы будем продолжать, продолжать и продолжать молиться в тайной комнате. так, как Ты нас вдохновляешь, снаряжаешь и меняешь нас. Боже, мы отдаем Тебе всю славу, Бог Отец. Во имя Ишуа мы молились. Аминь.